Специальные условия на покупку кроссовера Рено Каптёр. Террамобил на Янаульской 1А. Ирине Долженковой всего 26 лет. Она мама двух очаровательных девочек. Весь последний год она практически не видела их из-за постоянных разъездов по больнице. В семье уже и забыли о беззаботных и счастливых днях. Моменты, когда на лице появляется улыбка, считают по пальцам. У меня есть цветочки замечательные. И вот за этот год, как я болею, у меня старшая повзрослела. Она мне задает такие взрослые вопросы в садике. Она постоянно, даже мне воспитатели говорят, она приходит, воспитателям рассказывает. А моя мама сегодня улыбалась. Она хвастается этим. Первые проявления болезни Ирина почувствовала еще в конце 2016 года. Однако тогда врачам не удалось распознать рак. Страшный диагноз впервые прозвучал в январе 2017-го. После чего последовали две операции. По словам девушки, последнюю она пережила с большим трудом. После второй операции я сутки лежала в реанимации. Потом первый день, как меня в палату привезли, я сразу же посванила маме. Я сказала, видишь, я не могу. Я просто плакала от боли. Мама просила делать мне обезболивающие уколы, которые только один раз в день можно делать. Мне и по два, и по три раза делать, потому что это боли адские были. На обследовании после второй операции выяснилось, что произошел рецидив. Метастазы раковой опухоли вновь обнаружены в организме. Врачи не дали никаких положительных прогнозов и только сказали о возможности третьей операции. Ирина и ее близкие боятся, что девушка попросту не сможет пережить еще одно оперативное вмешательство. О другом виде лечения можно говорить только за границей. Врачи говорят, медлить нельзя, но гарантий никаких не дают. То есть мы поэтому хотим обратиться за границу в Израиль. Там другие методы лечения и надеемся, что там нам помогут. Нам нужны деньги непосредственно для перелета сначала туда. Сдать нужны будут сначала анализы еще раз, первичную консультацию пройти специалистов. И уже после первичной консультации и сбора всех анализов специалист даст заключение. И дай бог он скажет, что будет это химиотерапия. То есть мы обойдемся без операции. Сколько средств понадобится на лечение в Израиле, пока никто не знает. Но все понимают, что речь идет о сотнях тысяч рублей. Семья Ирины уже выставила на продажу квартиру. Однако родные боятся, что этого может не хватить. Поэтому начали сбор средств в интернете. Друзья создали группу в социальной сети ВКонтакте. Она так и называется «Помогите спасти Ирину». В ней сейчас можно найти всю информацию. Процесс идет и уже большое количество людей за три дня. Мы уже набрали 700 подписчиков. Это очень отлично, это очень хорошо. Мы даже не ожидали такого прилива подписчиков. От подписчиков очень большая помощь. Все подписчики, которые у нас подписаны к нам в группу, я уверен на 100% в том, что они все внесли какую-то сумму. Первые дни сбора средств уже дали некоторые плоды. Насчет девушки пришли первые деньги от неравнодушных. Кстати, номер карты сейчас вы видите на экране. Телефон Ирины также привязан к карте Сбербанка. Однако скопившаяся сумма пока небольшая. Друзья Ирины не намерены на этом останавливаться. В ближайшее время они планируют провести благотворительный концерт, а также установить ящики помощи в нескольких торговых точках. Близкие девушки надеются, что общими усилиями они спасут Ирину. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Даже если не материально, мне звонят очень много людей и говорят слова поддержки, поддерживают меня. Мне это очень помогает. Спасибо огромное. Даже на улице узнают, в больнице даже очередь уступают. Спасибо огромное. Лариса Миронова за Довлетшин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова